Если вы поддерживаете политику Джо Байдена в отношении Украины, то должны поддерживать и то, как правительство Украины поступает с деньгами американских налогоплательщиков, в том числе, уничтожение верующих христиан. Зеленский закрывает храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви. По его словам, страна нуждается в духовной независимости. Без шуток он буквально закрывает церкви, арестовывает священников и сажает монахинь в тюрьмы. Это не секрет, вы можете почитать об этом в интернете, если хотите. Так почему же христианские лидеры США молчат? Более того, Рассел Мур и многие другие, всецело поддерживают такую политику. Меган Бэшем, репортер газеты Daily Wire. И сегодня вечером она присоединяется к нам. Меган, большое спасибо, что пришли. Мне кажется, это грандиозное событие. Я не могу припомнить, чтобы хоть одна европейская страна на моем веку закрывала церкви и бросала христиан в тюрьмы в таких масштабах. Почему никто из наших христианских лидеров этого не замечает? Да, удивительно. Украинские чиновники прогоняют монахов из монастыря 11 века. А никому нет дела. Под этой церковью похоронены святые. Ни одна либеральная демократия не позволит себе такого. Но это те, кто считал Зеленского героем, кто подбадривал его, кто уверял нас, что мы должны поддерживать его. И казалось бы, теперь христиане должны быть скептически настроены к нему. Но они закрывают на это глаза. Воцарилась полная тишина, когда он начал заниматься тем, что можно назвать преследованием представителей украинской православной веры. Так почему же они молчат? Более того, не могу не заметить, что эта история не получила должного освещения в таких изданиях, как Christianity Today, главным редактором которого является Рассел Мур. И это всего лишь малая талика тех важных вопросов, которые у меня есть. То есть, вы можете написать целое эссе о Трампе, который покинул свой пост три года назад, но не находите ни слова, чтобы рассказать нам о религиозном преследовании. Украина говорит, что в этих церквях были найдены политические листовки, но это все. Они нашли в церквях несколько рублей и листовки. Ни оружие, ни наркотики, ничего действительно страшного. Так что молчание наших священников убивает. Это просто позор. Они закрывают церкви и арестовывают священников, а здешние христианские лидеры отводят глаза. Я считаю, это отвратительно. И я благодарен вам за то, что вы освещаете эту тему. Мэган, большое вам спасибо. Рад вас видеть. Большое спасибо, Такер.